всем доброго времени суток я приветствую вас на канале от татьяны с любовью я к вам сегодня с выпечкой у нас на улице сегодня весь день идет такой снег хочется домашнего уюта тепла тем более что у меня приезжают сегодня родные поэтому я пивку сегодня пирог пирог с мойвой это вкус моего детства и вот этот вот запах этого пирога ну просто тревожит меня до нельзя я обязательно хочу поделиться с вами этим восхитительным рецептом пирог с мойвой сейчас расскажу и покажу поехали сначала давайте начнем с теста потому что любой пирог да это с теста будем готовить а потом уже займемся начинкой значит так у меня здесь 600 миллилитров жидкости причем 300 миллилитров меня взята кефира то есть кисломолочки любой можете ряженки тогда сахар поменьше добавляйте допустим можете я не знаю ну что там у вас кисломолочное есть йогурт какой-то ну конечно без красителей до без вкуса вот у меня просто кефир обычный кефир два с половиной процента и 300 миллилитров я долила теплой водички то есть все должно быть тепленько у меня здесь 30 граммов дрожжей я взяла свежие дрожжи прессованного вы знаете что я их люблю отправляю сюда то есть да догадались мы ставим опару немножко сюда муки так ложку столовую сахара будет достаточно много не надо все сейчас вот так вот размешаю и поставлю пусть дрожжи активируется как насчет вот эта шапочка у нас появляться значит дрожжи у нас заработали все хорошо я люблю такую выпечку на прессованных дрожжах если что то берите сухие знаете да что норма один к трем то есть 10 граммов потребуется вам сухих дрожжей все размешали сейчас поставим в теплое место как дрожжи активируются продолжим дальше дрожжи прекрасно активировались видите вот простояли они у меня 7 минут я засекла специально сейчас мы их выливаем в емкость в тазик где будем замешивать тесто и муку будем добавлять постепенно у меня здесь 800 граммов я честно сказать я не знаю сколько войдет у меня потому что такие пироги я делаю всегда что на глаз вот так забыли соль соль на муку пол столовой ложки замешивать тесто сначала лопаточкой а потом рукой тесто не должно быть забито сильно мукой но не должно быть жидкая потому что мы же будем пирог из него лепить сейчас я лопатку уберу муки немножко добавлю так посмотрим у меня было здесь 800 граммов ну вот где-то я 750 вот эти 50 граммов муки я оставлю потом на пошел понадобится так 750 у меня ушло но вы все равно 800 делать потому что но увидите по муке как мой по тесту вернее как вам будет на что мука то разно вот она видите вот такой немножко липнущие к рукам сейчас мы его немного еще подмесим и будем добавлять растительное масло приблизительно ложки две столовые растительного масла я сюда добавлю и сейчас вот это масло будем уже вмешивать я кача и окончательно замесим тесто ну вот такое вот тесто не забитая мукой какое вот она видите перевалится промежутки вот вот так я его сейчас закруглю все закрываю не ставим в теплое место чтобы она у нас подошло пока тесто подходит займемся начинкой для начинки нам потребуется лук здесь видите какая чашка большая такие две большие луковицы потому что лук в этом пироге играет немаловажную роль его должно быть много как вы хотите его порезать таки порежьте у меня я просто взяла полукольцами такими вот тоненькими длинненькими порезала можете мелко порезать его кубиком тут без разницы тут дело вкуса потом когда его буду ложить вам покажу вот так вот его немножко помну так лук мы ничего не делаем отставили теперь мойву мойву я вот вообще вам покажу видите какая хорошенькая такая на мой взгляд мойвочка попалась мойву я не очень давно не ели мы поэтому пирог такой пику прям с большим удовольствием вот а тут просто проходила мимо и смотрю моего по 180 рублей вот короче в общем дешево и такая крупная спасибо большое нигде на не полом прям целые рыбинки вот они разобрали не не ломали и так я ее почистила конечно убрала вот эту всю черную пленочку хребет я убирать не стала все эти плавнички ничего не обрезать потому что все это испекаться мне это не принципиально вы если хотите можете убрать ребятик он легко убирается в принципе так вот можете сделать раз его достать как бы вообще без проблем он хорошо убирается и все пожалуйста можете без хребта мне он мне он не мешает да и честно скажу бабушка раньше мне никакие хребты ничего не убирала моего почищена у меня был килограмм осталось граммов 700 наверное так мы ее сейчас пока тесто подходит подсолим ну смотрите по своему вкусу вот так вот и поперчу сейчас все это дело перемешаю и пусть она у меня вот здесь вот солится просоливаться пока тесто подходит как раз она такая будет вкусненькая уже подсоленая раньше мы выбрали плитами готовили это было очень вкусно такие пироги бабушка моя пекла у тебя сейчас рассказываю мне прям полную слюни вот как хочется как все отставляем сторону потребуется потом еще вот нам сливочное масло я выставила ну все дожидаем тесто подойдет и продолжим выпекать пирог стол немножко припылим и еще добавила немного так и вот у нас тесто помните подошло сейчас я его сюда выложу обо мне все и разделим его на части тесто мягонько отмешается сейчас я его немножко обо мной чтобы оно было более податливое у нас вот и разделю приблизительно на две части но одну часть поменьше чуточек одну побольше который поменьше вы поняли да что это будет крышечка у пирога мы обратно и и отправляем пусть она дожидается своего времени так сейчас вот так вот я соберу муку лишнюю возьму пергамент пергамент у меня вымерен по величине моего противня плюс эти борта я его вот так вот мукой чтобы тесто не прилипло и сейчас мы будем раскатывать тесто по величине пергамента почему на пергаменте так будет нам удобнее потом переносить на противень потому что пирог будет у нас большой вот так перенесла на противень и сейчас вот так вот рукой сделаю небольшие бортики потому что все равно потом мы еще сверху тесто залепим бока подвинем края эти большой пирог такие пироги выпекаются большими крупными такими так выставила начинку я ее убирала место у меня тут мало сейчас на низ сливочного масла немножечко так лук лук вот так вот я беру и прям вот так вот мну руками вот так и по пирогу распределяем половину лука берем лук даст тогда сок такой лук посоль посолим потому что он у меня не соленый но аккуратно будьте все по вкусу делайте потому что рыба у нас же уже посолено и начинаем выкладывать рыбку от краев немножечко отступаете и вот так вот вот так 1 к 1 вот видите у меня вся рыбочка ушла солите и не буду потому что она у меня посолена в двух рыбинках у меня была икра если вот так и скидаю и сверху опять выкладывал точно также лук как выкладывали внизу под рыбу точно также распределяем я не добавляю сюда не рис не яйцо как вот допустим в рыбные там другие до пироги ну вот люблю вот чтоб лук был только и моего так и сливочное масло тоже наверх выкладываем чуть-чуть на него не забыла так а потом распределиться по всему раз разложится нормально будет хорошо ну сколько я взяла граммов 50 на или 60 масло я взяла взяли остаток теста который мы оставляли и сейчас его раскатаю в пласт вот так вот что прикрыл рыбу переноси начинаем распределим и защипнем сейчас я этот пирог проткнул вот так вот вилочкой красиво в низ нескольких местах ну как хотите вот давайте вот так вот сделаем так и вот так раньше бабушки ничего нас не украшали вот поставим сейчас включаем духовку на 180 градусов и как раз он у нас пока подойдет за это время духовку разогреваем до 180 градусов вверх-вниз без конвекции духовка разогрелась пирог подошел и сейчас я его смажу яичком взбила просто яйцо с капелькой с небольшой щепоткой соли для того чтобы вот так вот не тянулась так все все отправляем нашу красоту в духовку на 45 минут как минимум не забываем что если сверху сильно подрумянится то сверху закрываем или пергаментной бумагой или фольгой можно хоть чем прикрыть тогда он сверху горит не буду снизу он должен хорошо пропечься в общем 45 минут духовку на 180 вот такой вот большой пирог получился хватит его на всю семью сейчас отрежем кусочек и он немножко у меня конечно остыл потому что горячий его невозможно сейчас он сочный очень получается режем кушается он большими кусками его мельчить не нужно кладется на тарелочку порционную вот так вот он выглядит смотрите а вот так вот он внутри видите соку сколько и вся корочка вся пропитана вот этим вот соком вот такой пирог всегда пекла у меня бабушка мы его очень любили этот пирог он очень вкусный те кто еще так не пробовал попробуйте всем хорошего дня и приятного аппетита вот здесь покажу вам поближе видите какой получается тесто не жалейте можете даже еще побольше положить она припекаться превосходно ой пар идет да вот так вот вообще он есть руками этот пирог без приборов потому что там вот внутри косточка и кушается он руками и берется и мой вам и раньше всегда кушали руками вот ее брали видите какие какая красота и вот это в это вообще очень вкусно наливайте себе горячий чай вкусный чай заваривайте себе ферментированные чеи рецептики я вам оставлю верху и внизу под видео и с таким пирогом это будет очень вкусно если вам понравилось видео то ставьте лайки не забывайте подписаться на мой канал а я как всегда желаю вам всего самого хорошего и доброго с вами была ваша татьяна пока пока дингу